С 1 января 2021 года вступили в законную силу изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации, которые касаются регулирования удаленной работы и временного перехода работника на удаленную работу по инициативе работодателя в исключительных случаях. Трудовым договором или дополнительным соглашением к нему может предусматриваться выполнение работникам трудовой функции дистанционно на постоянной основе либо временно. Подробнее об этом нам рассказали в Одинцовской городской прокуратуре. Трудовой кодекс Российской Федерации дополнен статьями, предусматривающими особенности организации труда дистанционных работников, охраны труда данной категории сотрудников, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с дистанционными работниками, порядка временного перехода работника на дистанционную работу по инициативе работодателя в исключительных случаях. Так, трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут по инициативе работодателя в следующих случаях. Если в период выполнения трудовой функции дистанционно работник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем более двух рабочих дней подряд со дня поступления соответствующего запроса от работодателя. В случае изменения работника местности выполнение своей трудовой функции, если это влечет невозможность исполнения работникам обязанности по трудовому договору на прежних условиях. Кроме того, работодатель вправе по собственной инициативе временно перевести работника на дистанционную работу в следующих случаях, ставящих под угрозу жизнь либо нормальные жизненные условия всего населения, либо его части. Примерами являются эпидемии, пандемии, пожары, наводнения в случае принятия соответствующего решения органам государственной власти Российской Федерации, либо органам местного самоуправления.